С чего эта презентация взялась и как возникла эта мысль? За свою карьеру я видел много проектов, которые хорошо написаны, плохо написаны. Я попытался сопоставить, является ли чистый код критерием успешности проекта и насколько это влияет на конечный результат. Является ли проект, написанный с использованием всех критериев чистого кода, обязательно успешным или не является. И если отбросить все совсем оригинальные проекты, когда код просто совсем плохо написан, а брать проекты, когда код написан идеально и код написан более-менее неплохо, вот как-то получается, что чистый код не является, не видится как такой вот критерий абсолютной успешности проекта. То есть я видел успешные проекты, которые хорошо продаются и которые клиент доволен, которые написаны не совсем чисто. И видел проекты, которые уходят в корзину, при этом написаны практически идеально. Вот. И, собственно, возник вопрос, зачем на проекте нужен чистый код. И вот как бы из этой мысли, собственно, выросла эта презентация. Сразу хотел бы как бы провести эту презентацию не столько в виде просто вот монолога, сколько в виде дискуссии, потому что какие-то моменты для меня самого кажутся спорными. И если у вас есть какой-то свой вижен или какие-то сомнительные моменты, или вы думаете по-другому, пожалуйста, перебивайте, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Мне будет очень интересно послушать, что вы думаете по тому или другому поводу, где вы не согласны со мной. И, в общем, если у вас возникнет хоть какое-то желание высказать свое мнение, пожалуйста, перебивайте, это вообще не проблема. И очень приветствую. Чем эта презентация является и чем эта презентация не является? То есть здесь мы не будем говорить, собственно, о техниках чистого кода, то есть как добиваться чистого кода, какие подходы использовать. То есть это не совсем инженерная презентация, а больше такая мотивационная и осмысляющая презентация. То есть мы просто поговорим, что, собственно, является чистым кодом, как определяется чистый код и зачем он, собственно, нужен на проекте. То есть если кого-то интересует чисто техники чистого кода, я думаю, это можно очень хорошо почитать, если эта презентация вас заинтересует и вы начнете думать о том, что такое чистый код. Начнем с того, что попробуем определиться в понятиях, то есть сойтись в терминологии. Как бы сразу определимся, что хороший код и чистый код – это не является тождественными понятиями. Если хороший код – это более широкое понятие, и он включает в себя функциональную часть кода, то есть насколько хорошо работает функционал, насколько он соответствует каким-то функциональным критериям, насколько мы получили то, что мы хотели, и насколько хорошо это все работает. Как бы чистый код нам вообще ничего не говорит о функционале. Чистый код является просто самооценен. То есть мы можем вообще не запускать аппликацию, не смотреть, как она работает, не вдаваться в функционал. Мы просто можем открыть код, почитать этот код и можем понять, насколько код чистый или не чистый. То есть он имеет в себе такие вот критерии, то есть код самооценен, как написан код. Ну и соответственно возникают вопросы, как нам оценивать, что такое чистый код и что такое не чистый код. Ну, я думаю, как бы понятно, что понятие чистого кода, эта категория есть сравнительная. То есть мы не можем сказать, вот, пожалуйста, вот этот код, вот это вот чистый код, а вот этот код, вот он грязный код. И поделить его как черный и белый. Это все-таки более сравнительная категория. Код грязный, его можно чистить, 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 пока он не станет чистым. То есть мы переходим от грязного кода к более чистому, еще более чистому, еще более чистому. Это как бы такой вот итерационный процесс, когда мы можем взять совсем грязный код и сделать с него чистым. Или мы можем не делать с него чистым. Можем остановиться на каком-то этапе или можем идти далеко-далеко и постоянно его вычистить, вычищать, пока он не станет совсем чистым. Поэтому тут возник вопрос, как терминологически определить, что такое чистый код. Из всех понятий, которые я нашел, смотрел, анализировал, больше всего мне понравилось. И я считаю, что это определение лучше всего определяет, что такое чистый код. То есть чистый код это код, который легко понимать и легко изменять. Как видите, здесь ничего не говорится о функционале, здесь ничего не говорится, что это код, которым нет багов. Это вот просто код, который читая, мы можем легко понимать и легко изменять. То есть изменяя любую часть кода, мы не боимся, что мы поломаем функционал. Точно так же, беря какой-то чужой код, написанный другим человеком, мы берем его, читаем и очень легко и очень без каких-то дополнительных усилий, мы понимаем, что человек хотел выразить, какую идею он закладывал, какой функционал он здесь хотел реализовать и так далее. То есть вот код ясный и понятный. Ну, соответственно, вот из техник, которые нам предлагает чистый код, это вот использование уже всем известных паттернов, избегать антипаттерны, придерживаться стандартов кодирования и так далее и тому подобное, можно много об этом говорить. Ну, в общем, все это направлено на то, вот как работает человеческая психика, как она воспринимает какую-то информацию и как она может ее процессить и воспринимать. То есть легко мы воспринимаем информацию, тяжело мы воспринимаем информацию. То есть, думаю, всем знакома ситуация, когда берешь какую-то там научную статью, ты прочитал статью, а в конце ты вот совсем не понимаешь, о чем эта статья. Точно, абсолютно точно так же и код. Ты можешь прочитать, просмотреть код, просмотреть довольно маленький кусочек кода и вообще не понимать, что разработчик хотел выразить в этом коде. И совсем по-другому, когда ты берешь большой проект, открываешь его и в течение какого-то короткого времени ты уже в курсе, что в этом проекте происходит, какая часть пакета за что отвечает, какая часть класса за что отвечает, куда смотреть, чтобы понять, чтобы решить ту или иную проблему. Вот, собственно, это и является чистым кодом. Вот, что такое понимание? Понимание это вот, когда мы легко понимаем execution flow самой аппликации, когда мы понимаем, как разные объекты или классы взаимодействуют с друг другом, когда мы хорошо понимаем роль и ответственность каждого класса, когда мы хорошо понимаем, что делает каждый метод, когда мы хорошо понимаем, для чего существуют те или иные переменные в этом приложении. Вот, и, соответственно, возможность изменять написанный код. Вот, ну, когда нам легко изменять написанный код. Когда классы и методы небольшие, когда они придерживаются принципа single responsibility, когда вот классы имеют чистый и понятный API, целостный API, вот, когда классы и методы работают, как бы мы можем предсказать, как они работают. То есть мы смотрим, метод называется так или класс называется так, и, собственно, то, что делает этот класс или этот метод, они отвечают тому, как они называются. Вот, нет у нас такого, что, как бы, класс называется машина, а на самом деле там закодирована собака. Вот, опять-таки, безусловно, и необходимой, и абсолютно необходимой частью чистого кода является наличие юнит-тестов. То есть вот код, самый понятный код, он не может считаться чистым, если он не покрыт тестами, юнит-тестами и интегрейшн-тестами. То есть, если этот код, если на этом коде нету тестов, это значит, что его тяжело изменять. Если его тяжело изменять, этот код уже не может считаться чистым. Ну, и точно так же тесты наши написаны хорошо, и их легко, с ними легко работать и легко изменять. Почему так, и что такое понимание? Вот, здесь используем аналогию, и, допустим, представим, что вот у нас есть Tetris, и весь наш, наши классы, и наши методы, весь наш софт, он является вот такими, как бы, составляющими кубиками, которые вот используются в этой игре. Вот тут у нас, там, одна часть security, другая часть backend, третья часть frontend, там есть модели, отвечающие за одно, за другое, есть какие-то там сервисы, есть какие-то там разделения по тем или другим принципам. Вот, но в результате нам надо все это приложение воспринимать как целостную вещь. И человеческий мозг, он не безграничен, у него возможности все-таки ограничены, и то, какое количество информации, и то, какое представление о приложении мы можем впихнуть в свой мозг, он, собственно, зависит от того, насколько хорошо информация структурирована. И вот мы можем представить, что вот слева у нас есть не очень чисто написан код, а справа у нас есть чисто написан код. То есть, когда все концепции и все какие-то идеи, выраженные в этом приложении, они ложатся хорошо и, как бы, красиво встраиваются в концепцию всего приложения. И вот тут становится понятно, сколько информации о приложении мы можем воспринять. То есть, вот если наши вот кубики, наша вот часть этого приложения является некими кусочками информации, то мы здесь можем увидеть, что вот если код не является чистым, мы гораздо меньше информации о приложении мы можем вместить в свой мозг, и нам, соответственно, гораздо сложнее быть в контексте и гораздо сложнее понимать. Если эти все концепции, они стройные, они написаны в одном стиле, их гораздо легче понимать, они гораздо легче вмещаются в наш мозг, и мы гораздо легче его процессим. Ну и, соответственно, чем легче и быстрее мы процессим эту информацию, тем меньше времени нам надо на работу и девелопмент, тем продуктивнее мы работаем. И это большой плюс, если мы работаем продуктивнее. Еще немаловажный аспект, который хочется упомянуть о чистом коде, это вот как бы этика. То есть, написание чистого кода, написание юнит-тестов и так далее, это как бы является этическим отношением к другим разработчикам. То есть, мы зачастую те, кто разрабатывает, и те, кто потом работает с этим кодом, продолжает его разрабатывать, добавляет какую-то функциональность. То есть, это разные люди. Даже если вот это внутри одной команды идет, все равно идет переключение какой-то ответственности. Сегодня с этим кодом работает один человек, завтра другой человек. Вот поддержание чистоты своего кода, это вот является таким этическим отношением к своим членам своей команды. То есть, люди меньше раздражаются и меньше приходится напрягаться, их меньше утомляет ваш код. То есть, если вы позаботились о своем коде, о том, что ваш код был хороший, это означает, что вы позаботились о своих коллегах. И это такой, на самом деле, довольно серьезный и важный аспект чистого кода. Ну вот, здесь вот мы приведем примеры, вот такие вот известные люди, как Мартин Фаулер и Дональд Кнут. Как бы вот, что они писали о чистом коде. То есть, каждый может написать какой-нибудь код, так, чтобы он работал и функционально там выполнялся. А вот написать код, который могут читать люди, гораздо труднее. И то, что, как говорит Дональд Кнут, что программирование не является, как бы, программа не является рассказыванием того, что должен сделать компьютер. Программа является коммуникацией горизонтальной между девелоперами. Что вот, вот я рассказываю другому девелоперу о том, что я хочу, чтобы эта программа выполняла. То есть, вот, все-таки, даже в программировании через наши программы мы, собственно, как разработчики общаемся между собой горизонтально. И это вот очень-очень-очень важный аспект. Вот, по ходу вот этого анализа возник такой вопрос, почему я, как разработчик, должен вообще заботиться о чистом коде? И как он, чистый код, влияет на мою работу как разработчика, на продуктивность меня как разработчика? И тут возникает такой интересный момент. Все мы знаем, что для того, чтобы написать чистый код, надо потратить гораздо больше времени. То есть, написание чистого кода требует больше усилий, больше трудозатрат. Соответственно, за единицу времени мы можем произвести меньше функционала. И вот, как говорил Блэс Паскаль о своем, однажды в своем письме, что вот, он написал это письмо долгим, потому что у него не хватало времени. Если бы у него было бы достаточно времени, он бы сделал это письмо короче. Потому что выразить ту мысль, которую мы хотим выразить в коде четко, ясно, это гораздо труднее, чем написать вот код, написать много кода как-нибудь, чтобы он работал. Это гораздо проще. И тут возникает вот такой момент. Например, приходит продукт-онер или бизнес-аналитик, любой стейкхолдер, который вот, ну вот он не смотрит в ваш код, он туда не заглядывает. Он смотрит на функционал. И возникает вопрос, если в единицу времени мы можем произвести больше функционала и больше выдать полезной работы приложения, как бы, вот, собственно, наш функционал это то, что наши клиенты продают, и то, что они могут, как бы, продать конечным пользователям. И, соответственно, чем больше мы можем произвести это функционала в единицу времени, тем вроде бы как лучше для наших клиентов, лучше для компании. И вот, если посмотреть чисто с этой стороны, то мы увидим, что чистый код вроде бы как вообще не имеет смысла, потому что мы тратим время на то, что никак не влияет на функционал и никак не влияет на то, что клиенты могут, то, что компании могут продать. И возникает вопрос, если плохо написанный код или хорошо написанный код, в конечном итоге на уровне приложения выглядят одинаково, и наши стейкхолдеры отличить этого не могут, собственно, возникает вопрос, зачем нам тратить усилия, зачем нам тратить дополнительное время на то, чтобы иметь этот чистый код. Что нам, собственно, дает этот чистый код? Вот если мы посмотрим, он на самом деле так выглядит, что ничего не дает. Мы тратим время, которое вот уходит в пустую, и мы за единицу времени выдаем гораздо меньше функционала, чем могли бы выдавать, если бы писали код хуже. И вот если вдуматься в этот вопрос, тут мы начинаем думать совсем в другую сторону. И вот начинаем думать, а, собственно, стоит ли игра свеч, стоит ли очинка выделки, как говорится. То есть стоит ли нам вообще тратиться на этот чистый код, на то, чтобы поддерживать его чистым? Ну, если по-хорошему подумать, то вроде бы и не стоит. Но, давайте проанализируем глубже и посмотрим, а может ли все-таки чистый код сделать продукт дешевле? Или вот наш поверхностный взгляд на то, что чистый код всегда несет удорожание продукта, он на самом деле верный? Вот. И тут я бы хотел вот рассказать такую вот интересную байку, которая вот произошла вот после небольшой отступления. Вот. Да, в 2014 году произошла вот революция, вот на волне всего этого энтузиазма и так далее, всех этих движений, которые происходили. Вот. Вот. В наш Ровенский парк пришли энтузиасты и начали, ну, собственно, к директору этого парка. И вот пришли к нему, говорят, вот мы, у нас есть идея, что в нашем парке слишком мало цветов, мало клумб. Вот. Вот. Мы хотим вот выделить, у нас есть инструменты, у нас есть саженцы, вот только не мешайте нам, скажите, где можно эти клумбы посадить? Мы их возьмем и посадим. Вот будет в парке больше цветов, больше клумб, всем будет хорошо. И директор им говорит, извините, ребята, но нет. Вот он уперся и как бы, нет, ни в какую. Вот. Они пытались его переубедить, он им говорит, нет. Ну, вот если вот так вот тоже посмотреть поверхностно, можно сказать, ну, вот что, чего он уперся. То есть люди хотят сделать реально хорошее дело. Они хотят прийти, посадить больше клумб, посадить больше цветов. И вроде бы как, как этот директор, он, ну, вот, нехороший человек, что он не дает активистам это сделать. Но, как вы понимаете, у него есть свои резоны на это. И вот мне даже интересно, а вот есть у кого-то какие-то идеи, как он обосновывал то, что он вот против? О, я не одесс. Все сплять. Все сплять. Может, уже никого нет? Да нет, я-я-я, а ну, еще раз повторю питание. Ну, как бы, на украинской мове, дивиться, как бы. Після революції пришли активисты до директора нашего парку и говорят ему, как бы, у нашему парку недостатньо клумб и квитов. А мы, вот, активисты, у нас есть саженцы, у нас есть инструменти, у нас есть несколько вильных дней. Давайте мы возьмем и посадим больше квитов в парку. Вот, это же будет всем хорошо, будет больше квитов в парку. То есть, то есть, это вам ничего не будет вартувать, власная посадка этих квитов. У нас есть саженцы, у нас есть инструменти, у нас есть несколько вильных, у нас есть вильные дни, где мы можем збраться с активистами и высадить эти саженцы. Тобто, вы только нам укажите место, где мы это можем сделать. Вот, и он им говорит, что нет. Вот, да, какие вот, чему, как он это обосновал? Ну, на самом деле, я думаю, что все очень просто. Если это сделают активисты, тогда никакие деньги на этот парк не выделят и, ну, типа, не будет, где-то стереть. Классная идея. Я думаю, что проблема в том, что догляд за теми квитами лягает на плечи того директора. Абсолютно точно. В конечном случае, что придут активисты, вам насадят квиток, а, власне, кто потом доглядаться за этим будет? То есть, у этого директора есть певный штат, певная количество людей, которые могут делать этот догляд. И он понимает, что если у него есть 10 людей, то они могут доглядаться, допустим, 20 клумб. Если у него будет 30 клумб, то просто эти 10 людей, эти 10 клумб не смогут доглядаться. Это будет оверлоат для них. И, власне, потом эти клумбы придут в непотребный вигляд. И, кто будет виновать? То есть, да, тут абсолютно точно. Пытание, что сделать, что сделать, это одна вещь, а потом доглядаться, это совсем другая вещь. И это, на самом деле, когда мы что-то делаем, мы часто, когда мы разрабатываем проект, мы не думаем о том, как бы, а что, собственно, потом с этим проектом. И здесь мы приходим к интересному вопросу, а сколько по-настоящему стоит наш софт? Если мы говорим о том, насколько дорого или насколько дешево разрабатывать определенный функционал и определенный софт, то мы тут должны еще брать его внимание, а сколько стоит его портить. И вот есть такая вот интересная формула, когда мы рассчитываем Total Cost of Ownership нашего, как бы, приложения. И вот здесь, как бы, Total Cost of Ownership, она состоит вот из пяти понятных частей. Это вот стоимость requirement, стоимость дизайна, стоимость имплементации, стоимость тестирования, стоимость мейнтейна. Вот, вроде бы, такая простая формула, но вот в таком виде она выглядит немного обманчиво. И гораздо лучше она выглядит вот в таком виде. Вот стандартная, вот в целом, как бы, бизнес-исследования проектов, они вот выглядят вот так вот. То есть, если посмотреть, сколько денег и сколько эфортов тратится на каждую часть из жизненного цикла аппликации, то мы увидим, что все-таки на имплементацию тратится в 10 раз меньше, чем на мейнтейненс. Вот. И тут возникает вопрос, ну, как бы, понятный. А вот насколько дешево или насколько дорого нам содержать приложения, которые написаны на принципах чистого кода, и приложения, которые написаны без использования принципов чистого кода. Вот. И вот, если сделать такой экономический анализ проектов, которые вот сделали за нас уже большие аудиторские компании, то вот большие аудиторские компании говорят, что вот, используя разные стратегии разработки нашего проекта, мы вот будем иметь вот такую вот матрицу. Вот есть наш проект, как бы, low-cost, соответственно, low-quality, есть high-quality, high-cost, есть проект, как бы, написанный средненько. Вот. И тут мы видим, что, да, как бы, low-cost, low-quality продукт, его винишл состояние, винишл кост, он может стоить в три раза дешевле, чем high-quality продукт. То есть мы можем сделать продукт очень быстро, очень дешево, отдать заказчику, поскольку заказчик потом будет доволен. Вот. Поскольку потом начинается фаза мейнтейненса, и оказывается, что low-cost, low-quality проект мейнтейнить намного дороже, намного дороже, чем high-quality проект, чем проект, написанный использованием принципов чистого кода. Вот. И тут вот мы можем обнаружить, что отсутствие на проекте принципов чистого кода это на самом деле часть технического долга. То есть это не является просто красотой в коде или так далее. Это на самом деле это наш долг. Это то, что мы не заплатили. И то, что в любом случае нам придется оплачивать потом. Вот. И вот если мы посмотрим на такую матрицу, да, вот мы видим, посмотрим на total cost, и получается, что если на начальном этапе разработки наш high-quality проект стоил в три раза дороже, то потом в целом total cost of ownership такого проекта на протяжении многих лет он оказывается намного дешевле. И мы выигрываем очень много. Почему так происходит? Вот тут, я думаю, вот мы пришли к той теме, которые, ну, как бы, которые, скажем так, я пришел и размышляя о том, стоит ли как бы очень-очень заморачиваться на принципах чистого кода или не стоит, вот я пришел к тому, по поводу этой всей цепочки размышлений, пришел к тому, а что, собственно, такой ментейненс и как ментейнить приложение. И вот с удивлением обнаружил, что вот хорошей, хорошей глубокой литературы, хороших монографий, посвященных именно софт-фэр ментейненсу, очень мало. И, как бы, если сравнивать количество публикаций, посвященных разработке и количество публикаций, посвященных ментейненсу, ну, это вообще несравнимое количество. То есть, вот, люди все, как бы, все разработчики заточены на то, чтобы разрабатывать. А то, чтобы ментейнить, как бы, об этом думается мало. И вот, а если это вот еще как-то терпимо в маленьких продуктах, маленьких компаниях, которые, как бы, занимаются либо прототипированием, либо пытаются быстро выйти на рынок, то это совсем никак не допустимо в большом интерпразе. Где ментейненс стоит очень дорого, и продукты живут по 30, 40, 50 лет. Вот. И если вот посмотреть на то, что такое ментейненс, вот окажется, что софтвер ментейненс, он на самом деле ничем особенно не отличается от любого другого ментейненса. Например, от хардвера ментейненса. Вот. Собственно, что такое ментейненс? Ментейненс – это процесс, вот когда мы пытаемся какие-то существующие ситуации оставить такое, какое оно есть. То есть, чтобы машина работала так, как она должна работать, чтобы наши инструменты работали так, как они должны работать, чтобы оборудование, любое оборудование на фабрике работало так, как оно должно работать. почему, собственно, и, собственно, если посмотреть, то все идеи по софтверу ментейненсу, они выросли из хардвера ментейненса. И хардвер ментейненс, он пришел гораздо раньше, и, то есть, когда я говорю хардвер, это, ну, не значит, что компьютерный хардвер, это любой хардвер, там, на фабриках, станки и так далее. хардвер ментейненс, он пришел раньше, и есть очень, и, как бы, очень-очень много техник, как, как делать хардвер ментейненс. Но софтвер ментейненс, он немножко более сложный, сложный, но, тем не менее, вот, еще в 76-м году такие товарищи, как Лейнс и Свонсон, они разделили сфер ментейненс на определенные категории. И вот, если мы посмотрим, то, вот, есть такие категории, как корректив ментейненс, это диагностирование, фиксывание ороров, ну, собственно, это наш багфиксинг. Вот, перфектив ментейненс, это когда мы, вот, существующее приложение, которое прошло, прошло фазу ментейненса, мы делаем какие-то изменения согласно новым реквайрментам. То есть, это, по сути, наши чейнджер-квесты. Вот, время от времени изменяется у пользователя ситуация, и ему надо это, то или иное, внести изменения в приложении. Вот. Адаптив ментейненс, это, собственно, когда приложение должно адаптироваться к изменяющейся экосистеме. Ну, как пример, например, вот, жило наше приложение он-премис, жило-жило, все было хорошо, потом грянул веб, и нам уже надо взять это приложение, перевести веб. Вот, насколько будет легко взять десктопное приложение и поменять ему, оставить бизнес-логику, а поменять UI, то есть, перевести его веб. Вот. Пожило оно вебе, пожило-пожило, и возник вопрос, а вот, собственно, нам надо уже с веба переводить его в клауд, не просто, чтобы оно крутилось на каком-то веб-серваке, а жило в клауде. Вот. А насколько нам легко вот уже взять это приложение, которое было on-premise, потом перешло веб, и теперь нам взять его и перевести в клауд. Насколько нам придется все это переписать, или мы можем очень легко взять и с небольшими изменениями перевести его в клауд. Вот. Это вот такой Adaptive Maintenance. И Prevative Maintenance. Это вот, собственно, способ увеличить Maintenability Software. Для этого, собственно, и существует наш Red Green Refactoring, когда мы берем и рефакторим наш код постоянно в течение всего жизненного цикла проекта. Мы берем те или иные части, улучшаем, рефакторим. Для чего? Для того, чтобы уменьшить количество возможных багов и возможных проблем с этим кодом. Вот, собственно, да. Что такое Preventive Maintenance? Вот, постоянная вычистка нашего кода, постоянное его улучшение, то есть, постоянный его рефакторинг, делание кода чище. Это вот и есть наш Preventive Maintenance, когда мы не ждем, пока появится какая-то проблема, мы решаем ее наперед. Ну, как пример, вот у нас, например, есть код, у которого покрытие юнитестом, например, 70%. Не дожидаясь, когда у нас появятся дополнительные баги, мы берем и делаем покрытие 100%. Пишем дополнительные юнитесты, увеличиваем каверидж, покрываем непокрытые юзкейсы. Вот это вот и есть наш Preventive Maintenance. И чем больше мы тратим на этот Preventive Maintenance, тем меньше проблем мы будем иметь в будущем. И меньше нам придется потом заниматься фиксанием наших багов. то есть постоянно вычищая наш код, улучшая его, на самом деле мы уменьшаем фазу вот этого Corrective Maintenance. И тут мы приходим к такой практике, как добиваться чистого кода. Это, собственно, рефакторинг и реинжиниринг. Рефакторинг это процесс постоянного улучшения кода. То есть мы рефакторим код, улучшаем, но при этом на функциональную часть это ведь никак не влияет. То есть мы тратим какие-то ресурсы, тратим свое время, тратим свои усилия, но при этом функционально мы ничего не получаем. Мы не получаем много функционала, которые наши клиенты могут продать, мы не получаем каких-то изменений, но мы получаем лучшее качество кода и соответственно этот код дешевле, просто вот дешевле мейнтейнить, он стоит меньше. Сам мейнтейнс уже стоит меньше. То есть вот если говорить зачем нам делать рефакторинг, зачем нам вычищать наш код, зачем нам добавлять юнитесты, зачем нам писать новые юнитесты, а вот ответ простой, это делает общий мейнтейнс продукта дешевле. И вот есть такая практика как реинжиниринг, то есть мы берем и как бы какое-то время пока система допустим не мейнтейнилась, мы берем и ее переделаем так, чтобы ее было легче мейнтейнить в новой среде. То есть мы только что только что я попробовал доказать, что чем чистее код, тем дешевле его мейнтейнг и тем общая стоимость содержания продукта дешевле. Но, как говорится, но всегда есть какое-то но. И вот опять-таки вот этот график это из аналитических записок аудиторских компаний, которые проводили аудиции в твердных компаниях. И здесь мы можем увидеть, что когда мы занимаемся вот нашей зеленой линией, то, что мы тратим на корректинг мейтеннс, собственно, на bug fix, так называемый, и красная линия это то, что мы тратим на preventive мейтеннс, собственно, то, что мы тратим на рефакторинг, реинжиниринг, внедрение практик чистого кода. И явно видно, чем больше мы тратим на preventive мейтеннс, тем меньше нам приходится тратить на corrective мейтеннс. И это правильно всегда. Мы постоянно тратим больше на preventive мейтеннс. Эта логика работает всегда. Но если брать общие траты на содержание продукта, то это правильно всего лишь до определенного момента. То есть до определенного момента, когда мы вкладываемся в рефакторинг и вычищение нашего кода, это все имеет смысл. То есть снижаются наши затраты на corrective мейтеннс. Это все имеет экономический смысл. Но вот примерно в середине этого при том, что мы продолжаем получать лучшие результаты, уменьшаем количество багов, уменьшаются наши затраты на corrective мейтеннс. Но общие затраты начинают все-таки расти. Возникает такая штука, которая называется diminishing returns, которая переводится как уменьшение доходности. То есть продолжая дальше всю ту же практику, она нам больше уже такой доходности не приносит. Она начинается больше убыточности. То есть нам с какого-то момента нам дешевле уже оставить код таким, как есть и не заниматься его рефакторингом, зная, что там возможно вылезут какие-то баги, потом появятся какие-то проблемы с этим кодом, но нам уже дешевле его не трогать, нам уже дешевле его оставить таким, как он есть. То все-таки это практика золотой середины, что занадто тон и здраво. есть все-таки когда мы занимаемся вычисткой нашего кода и при разработке стараемся придерживаться практик чистого кода, надо всегда иметь все-таки вот эту меру и понимать, что с какого-то момента оно уже того не стоит. А собственно вот как определить вот этот момент стоит оно не стоит. То есть в эконометрике существует много и в экономической статистике существует метод методы как собирать эту статистику и как это мерить. Но это довольно дорого и сложно. Все-таки вот в большинстве случаев я думаю, что senior developer нужно полагаться на интуицию и понимать вот когда уже вложение человеческих ресурсов в чистый код оно уже того не стоит. То есть пытаться находить баланс. Ну вот в принципе это плюс-минус все, что я хотел рассказать в этой презентации. Тут можно еще затронуть такие моменты как software ROT или software entropy то, что со временем любой софт, даже если его не трогать, он будет приходить в негодность и стоимость его мейтейненса может быть большая и как бы не стоит того. Надо всегда считать сколько стоит его мейтейнить и сколько стоит улучшение кода. Практики уменьшения software ROT это наш код ревью, создание документации, работа с новыми людьми, которые приходят на проект и наем правильных людей, а не кого-нибудь. Ну и вот последняя вещь, которую я бы очень-очень-очень рекомендовал почитать, я сам столкнулся с этим довольно недавно, и вот законы эволюции софта, то есть во время жизненного цикла софта, какие стадии проходят наше приложение во время жизненного цикла. Ну вот тут мы наверное останавливаться на этом детально не будем, кто захочет может посмотреть в приложении в презентации потом или сам самостоятельно почитать. То есть вот посмотреть даже что такое E-type системы, вот интересно как они делятся, что такое вот, какие виды систем есть и так далее. Все это тоже относится к software maintenance и разные типы систем по-разному maintenance и разные оценки и разные подходы. Ну и соответственно в конце хотелось бы вот для тех разработчиков, которые очень любят писать очень быстро, очень много и очень выдавать как можно больше функционала, что вот спешите медленно и не всегда возможность выдать как можно больше функционала, как можно быстрее, оно того стоит. Иногда лучше подумать о качестве кода, выдать меньше функционала, выдать более чистый код. Ну и в конце такие вот несколько мотивационных тоже таких моментов. Вот Дэвид Хаммерсмитт который писал, что красивый код он как красивая проза. То есть на самом деле понять как получается чистый код нельзя выразить одним термином. Это большое количество маленьких решений. Когда ты заботишься о каждом из этих решений в конце концов ты получаешь красивое приложение в целом. там ты написал красивый метод, написал красивый класс и в конце концов получаешь красивое приложение. вот вот такой вот такой тоже твит который говорит, что нужно не забывать, стоимость владения любым приложением включает очень очень много времени на то сколько люди тратят чтобы написать код сколько люди тратят чтобы понять код написанный другими программистами и чем меньше люди тратят времени на то чтобы понять код написанный другими программистами тем дешевле общая стоимость приложения. Вот и вот как показывает практика что на написание кода мы тратим гораздо меньше времени чем на чтение чужого кода и если посчитать что если мы уменьшим с помощью рефакторинга мы уменьшим время на чтение кода всего лишь на 20% то в целом мы получим такие неплохие очень цифры если будем смотреть на сколько времени на это тратит в течение года. Вот пожалуй все что я хотел сказать вот главная мысль что чистый код важен чрезвычайно важен и стоит на это тратить времени смотреть думать анализировать вычищать собственный код но все это до определенной границы то есть стоимость вычистки кода уже того не стоит вот наверное все если есть какие-то вопросы пожалуйста что что вычистки вычистки Продолжение следует...